Сколково И мы что-то решили замахнуться на Уильяма Шекспира и поговорить с вами про культуру Значит, полный зал, половина практически там наши фанаты Сережа, наверное Половина те, кто придут на программу, которая лежит перед вами, второй набор Но я надеюсь, что мы с вами через час выйдем, в общем, хотя бы с небольшим пониманием того Почему важно, зачем нужно и как Самое главное, потому что основные вопросы у собственников про корпоративную культуру Это действительно вопрос не про Пушкина, это сложнее, чем про Пушкина Эта тема, как сделать так, чтобы быть как Google, как Uber, как Яндекс и так далее Как Uber не надо Как Uber не надо, вот видите сразу, как не быть такими, как Uber, как Яндекс и так далее Хорошо, российские компании пока не приводим Значит, наш план следующий Сережа сегодня меня вогнал в стресс Я с утра читала на программе CDTO Можете представить этих уважаемых людей Chief Digital Officers 62 маньяка просто с высокой экспертизой И они мне рассказывали, что программисты имеют такие харды Благодаря которым вообще умри все живое И они уйдут в четвертое тысячелетие На что я им сказала, что вас смоют через три года с вашими хардами Если вы не научитесь как бы разговаривать с людьми в формате корпоративной культуры Была потрясающая аудитория, я такая, знаете, в драйве Поэтому мы построим так Сережа сам волевым решением смешал две наши презентации Я даже не смогла запомнить как Мы будем ориентироваться И очень коротко, совсем буквально я открываю слайды Я думаю, нас можно останавливать, да, Сереж? Да Любой момент, любой вопрос Останавливайте нас Если ответ требует долгого консалтинга Мы вас отправим в долгий консалтинг Если мы сможем ответить быстро, мы ответим быстро, ладно? Значит, со мной вообще все просто Я сейчас директор программы Школкова Последние три года стала евангелистом Школкова практически При том, что шесть лет назад вообще не понимала, зачем эта школа вообще существует И что она мне может предложить как корпоративному HR Но вот мой личный трек-рекорд, он как раз про историю всех стадий От отторжения до сумасшедшей любви Поэтому я здесь три года закончила ЕМБУ, двадцатую Здесь есть люди, с которыми я училась Очень рада всех видеть Ну и, соответственно, моя экспертиза в данном случае Это, конечно, российская экспертиза совершенно потрясающих компаний 19 отраслей российского бизнеса Ну и сейчас уже академическая история, которой я с удовольствием делюсь с этим миром Поэтому вот я, наверное, меня можно использовать и задавать вопросы в любом формате про это Соответственно, Сережа Горбатов, наверное, расскажет про себя сам Мне тоже можно задать вопросы про это Про это, да, хорошо Мы с тобой сейчас как Дмитрий Нагиев 10 лет назад И в настоящее время я даже не знаю, где я провожу больше времени В АИ или Сколково Но живу и работаю в Мадриде И даю курсы на Global Executive MBA Именно по темам работы с кадрами Лидерству, управление кадровым резервом Decision making Но это не самое интересное, я думаю Самое интересное это то, что я все-таки работаю в бизнесе То есть преподаю, это мое хобби Но чем я занимаюсь, должность моя звучит интересно Я директор по развитию генеральных директоров То есть работаю в компании АБВИ Если, может быть, слышали, фарматистическая компания Наш тикер на фонде это АББВ Если интересно посмотреть информацию по акциям Глобальная компания, 30 тысяч сотрудников, 120 миллиардов в market cap То есть большая компания Компания, в которой тема культуры очень важна Но так как я занимаюсь развитием генеральных директоров 70% моего времени я провожу, путешествуя по миру И в наших филиалах Допустим, среда-четверг я работал с нашей командой С генеральным директором и его командой здесь в России И что самое интересное, вот приезжаешь в другую страну И другая компания Хотя вроде называется все то же самое Стены в одни и те же цвета покрашены Видишь все так Культура разнится И так как культура разнится, разнятся результаты У нас был потрясающий кейс На Емби есть модуль HR и организационное поведение Я не знаю, помнят ли Михаил Я так точно помню, как HR эту историю Нам приводили пример одну западную компанию Рассказывали, как там все организовано Очень крутое все А вечерним спикером пришел HR-директор Российского представительства этой компании И через час люди вышли с пониманием Что вообще это все не работает, не летит И все стандарты, которые там есть По поведению, по ролевым моделям Вообще потому, что компания несет мир А здесь это все не так И это очень важный момент Здесь меня называют клиническим Клинический врач, который вроде там и статьи что-то пишет, но в то же время видит пациента Вот я клинический Я время от времени прихожу поговорить про культуру в Сколково, но в то же время я работаю в бизнесе И я работаю именно с генеральными директорами Когда приезжаешь и говоришь им А вот расскажите мне, какую вы хотите создать Какова у вас бизнес-стратегия вообще? Да, вот лучшее упражнение, которое вы можете сделать для своей команды Разведите их в две комнаты И попросите на страничке Объяснить бизнес-стратегию Вы будете удивлены Да, и потом мы начинаем разговаривать Да, может все-таки давайте как-то договоримся о том, куда мы идем Да, хорошо, вот это стратегия А какие у вас цели, какие задачи А насколько они вообще друг с другом скоординированы А какие поведения, какие поведенческие характеристики Что вы хотите от своих сотрудников, чтобы вы достигли этих результатов максимально быстро И тогда мы уходим в разговорную культуру И вот здесь вот самое интересное и самое сложное Почему? Потому что что такое культура? Кто даст хорошее определение? Все, что создал человек Хорошее определение Кто может дать более конкретное определение? Что можно, что нельзя Развейте мысль А кто решает, что можно, что нельзя? Правила поведения Общество То есть общество формирует поведение Что такое общество в рамках организации? Фаундер То есть вот что фаундер решил, такая культура Ну вот обо всем этом мы с вами сегодня будем говорить Ну наверное последнее, что упомяну Моя страсть, мой самый большой интерес Это тема обратной связи Это тема, которую я начал изучать несколько лет назад После этого появилась статья в MIT И в этом году вышла книга именно по обратной связи Fair Talk То есть если вам интересна обратная связь Про это мы можем разговаривать вообще часами И что самое интересное Третья часть книги Это книга Вторая часть Первая часть Что вам нужно знать про обратную связь Как лидеру Вторая часть Как нужно давать обратную связь И как ее не нужно давать И третья Как построить культуру обратной связи Как лидера Используя какие-то рычаги Каким образом именно построить культуру То есть вот эта тема культура Культура обратной связи Про это я могу разговаривать много С примерами И если сегодня будет возможность Что-то с чем-то я с вами поделюсь Окей Тогда смотрите Мы тут с Сережей очень долго дискутировали По поводу Почему у нас возникла тема Лидер как архитектор Потому что все больше и больше И все чаще и части Мы сейчас не говорим про функционал Как таковой Ичаровский Хотя конечно для многих руководителей Когда ты говоришь Скоро культуру Мне говорят У меня есть Ичара У меня нет Ичара И почему-то есть какой-то мостик Что да Если у тебя нет Ичара То дальше эту штангу тянуть некому Не совсем так И мы вышли на прекрасное Как нам кажется Нам это нравится На вот эту метафору о том Что мы как архитекторы И вы как архитекторы Вы что-то строите в этой жизни Вы строите ту историю Которая может быть нас с вами переживет Может быть нет По статистике Форбса Больше 67% компаний Исчезли за последние 100 лет В принципе как таковые Что-то мы про них помним Но в принципе Они появляются и исчезают Мы Так как мы оба Сережи Очень любим Испанию Там я более судя Барселону А Сережа Мадрид У нас с ним постоянно Каталунско-испанские настроения Я вот нашла фразу Гауди Которая для меня Открыла историю Почему у Гауди все линии кривые Как бы да Вот видите Как чувак себя считал Абсолютно приближенным к Богу И ровными линиями не строил Для меня это было неожиданностью А Сережа когда увидел эту картинку Какая у тебя ассоциация возникла Он говорит о Саграду А я сказал что здание хорошее Должно пережить своего создателя До сих пор достроить не могут Да И тогда это вопрос Как говорится стройки Если мы говорим Кстати говоря про Саграду То вот знаете в математике Ну мы же любим метафоры Давайте Ничего вас не раздражает То что мы так немножко С метафорами не в лоб про бизнес Вам комфортно с этим Я очень люблю метафоры Потому что они в коучинге Ассоциативные карты И метафорическое мышление Классное В математике есть термин О том что есть знания и данные Которые необходимы Но недостаточны Вот когда мы говорим Например про Саграду Которая там пережила Своего основателя И так далее Я вот наблюдаю за ней Последние три года И думаю что же они никак не остановятся Потому что с точки зрения Вот основных необходимых элементов Допустим корпоративной культуры Там более чем достаточно всего Ну вот оно все есть Переводя на бизнес язык Как себя вести Что это за компания Какие правила Что принято Что не принято Куда пройти Дальше идет украшательский элемент Если кто-то был там в Барселоне И заходил в Саграду год назад И сейчас То это уже цыганщина Потому что разукрашены полы Разукрашено все Стены То есть ты заходишь И это уже такое количество эклектики От которого тебе дурно Нам захотелось Сереже поговорить Про лидера как архитектора И наверное основная бизнес история в том Что мы ведем с ним программу Сережи для HR И мы с HR Все больше выходим на историю Что HR Как функция Очень важная Уходит абсолютно От функциональных вещей Рекрутинг как функция Прекрасно Мотивация Прекрасно Обучение развития Великолепно Но все это превращается В набор сервисов И HR становится тем архитектором Как и айтишник Который вдруг Начинает что-то строить И вот комбинировать Очень правильно Вот эти элементы Поэтому мы хотим про это А у Сережки Есть еще целая масса активностей И вот здесь Такой мой Моя цитатка Которую я нашла Я большой любитель Ярких и красивых цитат Читаю потрясающую совершенно книгу Сейчас я сам ее Не помню как она называется Но ее написала Я дам Это на Алибаба Цифровой бизнес будущего Совершенно потрясающая книга Про то Как компания Вдруг стала Вот Алибабой И очень рекомендую Почитать И нашла там поддерживающую цитату Про организацию Посмотрите Как красиво О том Что организация Связывает сотрудников Которые имеют Разные квалификации Необходимые Для потребности клиентов Важно Организация Перестала быть Сосудом Для передачи приказов Сверху вниз Перестала Так больше не работать Даже если у нас Корпоративная культура Силы Даже если мы Полу государственные Даже если наши Организации Имеют руководителей Там военных И в погонах Глобально Так больше не работают И организации Которые уходят В онлайн Строят бизнес И становятся Вот смарт-организациями Смарт-бизнесом Они превращаются В разреженное пространство В котором Эта информация Двигается Вот так Как она двигается Это очень яркая И очень кайфовая Для меня цитата Я ее с вами хочу поделиться Потому что она Очень заставляет Задуматься Об очень многих Процессах в организации Да Отдаю тебе И продолжая Эту же самую идею Да если мы посмотрим На то Как оценивались Компании в прошлом Да То есть если Приходит оценщик И на что смотрели В прошлом Да Какие там станки Сколько земли У компании Сколько капитала То есть Вот все Что можно было Потрогать Пощупать Измерить 90% Если мы смотрим Сейчас Что же оценивают В основном Это то Что не существует То есть То незримое Непонятное То что мы Называем Именно Intangible assets А станки Заводы Предприятия Пароходы Это все Отошло На второй План Многие Из вас Знают Да Вопрос Что мы В intangible assets Включаем Management Что значит Management Что значит Люди Я возьму Больше Способность Capability То есть Не только Скил важен Но и то Как ты его Обтавляешь Да То есть Те люди Которые в компании Facebook Очень знаменит Своим подходом Покупать Маленькие компании Стартапы Выкидывает Продукт Потому что Стартап Все равно Фигня Чем ты занимаешься Что нам нужно Мы твоих Кодеров покупаем То есть Они покупают компании Для того Чтобы талант Не идти И не рекрутировать На рынке Один за одним Они покупают Просто компанию И вливают Ее в себя Хорошо Люди Skills Capability Что еще В intangible Goodwill Да Никто не понимает Что такое Goodwill Но да У нас Мы ее найдем На баланс Щите Что еще А вот Что такое Культура Да Культура Патенты Бренд Мы все это Можно туда Добавить И вот это Все сливается В intangible Asset Как считается Как считается Ну вот смотрите Слышали про Ворона Баффета Один из The Oracle of Omaha Да То есть Один из самых Известных Знаменитых Инвесторов Каким образом И один из самых Успешных Да То есть Он каким-то образом Он знает Какую именно Компанию найти И в какую Компанию вложить Он говорит Два правила Инвестиции в компании Правило один Найдите хорошую Отрасль Да То есть Все Вы проходили Финансовые модули Вы знаете Что Вот у нас есть Стоимость капитала То есть Если я найду Какую-то отрасль Которая знает Что растет Да И она побивает Стоимость капитала То мое вложение Туда будет лучше Чем если бы я вложил Вложился там В акции Центробанка Да То есть И какие-то отрасли Всегда будут Лучше работать Чем другие Второе правило Ворона Баффета Найдите в этой Отрасли Компанию Которая Наилучше всего Управляема А каким образом Мы знаем Что компания Лучше всего Управляема А вот здесь Мы уходим В тему Культуры Вот тут Мы уходим В тему Что это очень Сложно измерить Очень сложно Потрогать Но если мы Посмотрим На то Что же оценивают Сейчас То когда Покупают Компании Мы знаем Что поменялась Картинка И до сих пор Еще кэшфлоу Очень важен Кэшфлоу Очень важен Почему важен Кэшфлоу Потому что В чем заключается Основная цель Компании Почему существуют Организации Для чего Это социалистическая Прозвучала мысль Зарабатывать Да Что-то То есть Создавать Какую-то ценность Да Что такое ценность Если мы говорим Про компанию Это сумма Будущих Денежных потоков Спасибо Да То есть Если это Сумма Будущих Денежных потоков Я могу Видеть Сейчас Нет Соответственно Откуда я знаю Что вы мне В будущем Этот денежный поток Дадите Я должен Доверять Почему Я вам буду Доверять Что вы мне Дадите Денежный поток И на каком Основании На основании Того Что есть Сильная Лидерская команда Что люди Которые приходят На работу Будут туда Приходить И в следующем году Потому что им нравится И то что они Не будут Саботировать Вашу компанию А они будут Наоборот Вдохновляться Тем Что делает Компания Вот почему Это важно И если вам Нужно Вот эту ценность Создать Какие у вас Есть рычаги Как у лидера Да У вас Что вы создаете Вы создаете Стратегию Каким же образом Вы будете Создавать Эту ценность У вас Есть Структура Ресурсы И у вас Есть Культура То есть Каким образом Я куда-то Иду Что у меня Есть Да И каким образом Построена Моя работа И кто же Эту работу Будет делать И как Что очень важно Ну вот Вы Руководитель Вы руководитель Вы руководитель Вы руководитель Большой компании Ну большой Ну давайте Ну пять тысяч человек Да Маленькая компания Даже маленькая компания Сколько времени У вас займет На то Чтобы создать Новую стратегию Да Вот что-то Произошло На рынке Либо вы проснулись С хорошей мыслей Нет Нужно идти Туда Сколько времени У вас займет На то Чтобы поменять Стратегию Поменять стратегию Да Полгода Ну видишь Для людей важно Во-первых Давай так Пять тысяч Давай превратим В пятьдесят человек Потому что у нас Здесь есть люди У которых Стартапы Где там До ста человек Из твоей аудитории Это валидно Та же история На пять тысяч Или на сто Как вы считаете На пятьдесят человек Поменять стратегию Шесть месяцев Многовато Многовато Потому что нужно Макинзи нанять Им заплатить надо Пока договор с ними Подпишешь Пропусти Это Потому что страна Вероятно противника Ну скажем Ну давайте Шесть месяцев Окей Файл Шесть месяцев Чтобы поменять Структуру организации И найти ресурсы Ну под стратегией Вот допустим Мы идем У нас были Бизнес юниты А мы решили Убрать бизнес юниты И глобальное Подчинение Функциональное Сделать Поменять структуру Стратегии Сколько у нас займет По времени Три месяца Шесть Кто меньше Кто больше В зависимости От размера И сложности Компания От года До полутора Сколько времени У нас займет На то Чтобы менять культуру Две недели Безконечности От пяти лет До никогда Почему Что такое Менталитет Можно вылизать Вырезать Вырезать тоже Вырезать Что значит Вырезать У нас есть модное слово Отстрелить Сереж Я сегодня На сети И слышала Восемь раз Отстрелить Не нужно Отстегнуть Я бы сказала А как вы Определяете Ненужное Да Что быстрее меняется Менталитет Или Компания Компания Да Соответственно По определению Мы знаем Что регулярно Нужно Компанию Обновлять Почему Потому что Люди Менталитет Какие-то у нас Установки Ценности Байсы Всякие Когнитивные Они все Там И поэтому Очень сложно Этим Всем управлять И на индивидуальном Уровне Достаточно Сложно Со всем Этим Работать Поэтому Культурой Нужно Заниматься Это очень Сложно Это очень Сложно Почему Потому что Если бы Это был Только Менталитет Тогда мы Разговариваем С чем Тогда мы Только Разговариваем С человеком Рациональным То есть Вот то что У нас Передний Prefrontal Cortex Я Объясняю Почему Компании Нужно Меняться Ты на меня Смотришь Говоришь Хорошо Да Поменял А у нас Тут еще Целый Огромный Такой Айсберг Это то что Бессознательное И это Все страхи Все Недопонимания Недоверия Кто Вообще Доверяет Руководству Своему Да Никто И вообще Сейчас Во всех Журналах Во всех Исследованиях У нас Кризис Недоверия Нашему Менеджменту Почему Потому что Менеджмент Всегда Мы можем Вообще Людям Правду Говорить Не Все Вот как Только Люди Чувствуют Что Нам Что То Не Договаривают Да Сразу Начинаются Вот эти Всякие Сомнения Вот И Когда Смотришь А как Я Создаю Ценность А Ценность Это Лидершип И всякие Intangibles Это Очень Много Причем Это Занимает Столько Времени И Шансы Того Что У меня Получится Это Сделать Они Невелики Почему Потому что Я Упираюсь В психологию Человека А Менять Психологию Человека Намного Сложнее Чем Поменять Самого Человека Сложно Что Делать Ну Да Как мы Говорим Задача Как Руководителя Поменять Людей Или Поменять Людей Да Либо Одно Либо Другое Но В то же Время Если Я Знаю Что Это Я А Спасибо Ты Ты Мне Говоришь Быстрее Если Я Знаю О Что Люди Меняются Медленнее Я Знаю О О том Что Люди Вообще Принимают Очень Плохие Решения Вот Мы Как Рациональные Существа Отвратительные Решения Применяем Почему Потому Что Либо Мы Интуиции Слишком Много Доверяем Либо Мы Любим Только То Что Мы Любим Либо Мы Абсолютно Не Слушаем Других Почему Обратная Связь Это Одна Из Компетенций Которая Оценивается Всегда На Самом Низшем Как Лидер Что Я Могу Сделать Как Архитектор Могу Ли Я Создать Правильные Мотивации Процессы Структуры Политики Которые Будут Подталкивать Людей В правильном Направлении Чтобы Они Принимали Те Решения Которые Я Хочу Вот Вот Об этом Давайте И поговорим У меня Было Еще Парочка Я Как Раз Готовил Слайды И На Этой Неделе Да То Воскресенье И BBC News Ну Не 7 часов Назад Два Дня Назад Вы Вышли Вот Эти Две Истории Финал Шилл Таймс Були Ставар Уотсон Глобальная Компания Которая Представляет Рейтинг То есть Она Рейтингует Пенсионные Фонды И Она Рейтингует И Управляет 2.3 Триллиона Долларов То Что В Фондах Пенсионных Фондов Були Мы заметим Что В Управлении Ваших Фондов Токсичная Культура Мы Понизим Ваш Рейтинг Хорошее Должно Сказать Что Слово Токсичный Дополнить Себя Можно Было Признано Одним Из самых Популярных Слов Бизнес Словаре 2018 Года Вот Это Токсик История Казалось Да То Мы Начинаем Больше Говорить О том Что Если Культура Плохая То Доверие Рынка К организации Падает Убер Да Почему Я сказал Что Не надо Так Как Убер Почему Уволили Трэвиса Каланика Как Сео Да Потому Что Он Создал Культуру Компании В которой Было Вообще Невозможно Работать То Там Где У нас Был И Буллинг И Принижение Других И Люди Уходили Уходили Была Как Вообще Вращающаяся Дверь Сейчас Они Сделали IPO Они Вышли На Рынок Если Читали Новости Сегодня Утром Да Акции У них Нырнули До Сих пор Не могут Выйти Оттуда И Это Не Того Что Это Отрасль Да Почему Потому Что Лифт И Другие Райт Шеринговые Аппликейшн Компании Достаточно Хорошо Себя Показывают Что Интенджибл В компании Что Не Работает Ты Знаешь Я Убрала Этот Слайд Просто В силу Экономии Времени Есть Хорошая Цифра О том Что 54% Скажем Так Несправедливые Внутренние Кадровые Решения Повышают На 54% Увольнения Высокоэффективных Коллег О чем Речь Когда Я спрашиваю Что Такое Внутреннее Несправедливое Кадровое Решение Здесь Основная Вещь В том Что Мы Взрослые Осознанные Профессиональные Люди У нас У каждого Своя Система ЦУПО Я ее называю Ценность Убеждение Предпочтение Ожидание Мы Это Накладываем На ту Карту Которая Есть В компании И В одной Книге Мне встретилось Слово Прекрасное Называется Внутренний Север То есть Это Метроном Внутренний По которому Ты все Сверяешь Ты Сверяешь Экспертизу Не хуже Васи Пупкинской И Мне Ничего Не Объяснили Для Меня Это Внутреннее Несправедливое Кадровое Решение И Вот Эти Вещи Правила Назначения Правила Перемещения Какую Модель Поведения Нужно Демонстрировать Чтобы Добиться Успеха Спасибо Тебе За слова Как Здесь Принято Как Не Принято Потому Что Я давала Это Помню Три Года Назад Все Запомнили Что Такой Корпоративная Культура Приходит Новичок Я Прошу На Тренингах Руководителя Написать Пять Буллитов У нас Так Принято У нас Так Не Принято И Это Вопрос Пардон Стукачество Разговоры О конфликтах Решения Конфликтов Делиться Достоверной Недостоверной Информацией Вот Эти Все Вещи Я Уж Извини Дополню Твой Пример Примером Который Всегда Меня Потрясает Крах Энерона Какой Год Энергетический Гигант Ты меня Дополнишь Где я Переверу Какие-то Цифры Энергетический Гигант Американский Который Аудировала Компания Артур Андерсон Ее Уже Нет Она Была В числе Большой Четверки Компания Энерон Погорела На Недостоверной Отчетности Акционерам То есть Люди Фальсифицировали Топ-менеджмент Для того Чтобы поднять Рост стоимости Компании Стоимость Акции Дивидендов Постоянно И неустанно Фальсифицировал Документы Единственный Значок Сигнал Внутри Который Прошел Это Тетушка Бухгалтер Написала Письмо На уровень Бардах Она писала Товарищи Дорогие Я прошу Обратить Внимание Я вижу Отчетность Схожу с ума У нас Что-то Не в порядке При том Что аудирует Крупнейшая Компания Огромный Гигант И так далее Провели Внутреннее Расследование Потому что Два руководителя Компании Энрон Говорили о том Что у нас Корпоративная Культура В которой Недостоверности Вообще Не может быть И потом Если вы Почитаете Кейс Энрон Он потрясающий Руководители Искренне Были уверены Что они создали Ту корпоративную Культуру В которой Под досовки Места быть Вообще Не могло То есть Провели расследование Это бухгалтеры Что там Замочили Ну В косвенном В кавычках Сказали Что мы Все разобрали И так далее А потом Рухнули Потом пошел Один сигнал Второй Третий И прекрасный Финал Который Меня Потряс Макинзи Которого Считают Гуру Как бы Проверочных Компаний Перепугались С точки зрения Репутации Прислали туда Людей Чтобы просто Понять Не упадет Ли день Сомнения На компанию Макинзи Которая проверяла И подписывалась Под всем этим То есть Вот эта Корпоративная Культура Достоверная Информация Когда мы Говорим О конфликте Умалчиваем Или нет Это ведь Очень важно Ваши люди Когда начинают Приходить И говорить Все ли в порядке В компании Или они Кладут под стол Информацию Сидят спокойно Живут в ожидании Бонусов Это важно Мне кажется Важно И вот эти все Вещи Они будут Как раз То есть Конфликты Разговоры Преемещения Продвижения Когда вы Берете Варяга И не берете Внутреннего Человека Когда вы Начинаете Смотреть Рынок А у вас Там таких Пять человек Которые считают Что они Тоже достойны Вот эта Вся история Она очень Сильно Влияет На токсичность Ну не говоря Уже Про совсем Такие вещи Как там Моббинг Харасмент И все Что угодно Вчера У меня Конкретный Кейс Позвонила Приятельница Я первый Раз Была В ступоре Она сказала Мой начальник Ну и не во всех Компаниях Есть этические Комитеты Казалось бы Я и Чарльз С 20-летним Стажем Я прям второй День нахожусь Что я делаю Действительно В этой компании Окей Надеюсь Послушайте Нет Мы сейчас И в России Есть действительно Крупные компании В которых Этические комитеты Они очень хорошо Сейчас продвигаются Но не везде Ну вот вчера Да Не могу Про это Не рассказать Вчера Открываю BBC Читаю историю И думаю Я не из этой стороны Это здесь не могло Произойти Начальник Какого-то Предприятия Платит своим Сотрудницам 100 рублей За то Чтобы они бежали Марафон В платьях Или юбках Которые не ниже 5 сантиметров От колена Для того Чтобы Ценности Традиционные Ценности Пропагандировать Да Вот такая вот история Вышли на BBC На BBC Да То есть Хотите смейтесь Хотите нет Но вот Ну давайте И что мы можем Поговорить Про культуру компании Вообще Дайте сделаю Активность Подожди Да Whose job is it Для того Чтобы сделать Эту активность Я тоже хочу Да На своих Мобильных Аппликейшнс Если вы идете На www.menti.com Там вас попросят Код 42-22-98 Вообще Кто ответственный За культуру Да И не так Как это в книжках А тут Как вы верите Или то Как это На самом деле Первое Это HR Второе Это топы Третье Менеджеры И супервайзеры Да То есть Идея То Что нет Такого Такого Общего Понятия Как Общая культура Есть столько культур Сколько микрокоманд В организации Каждый сотрудник Ответственный за культуру Потому что каждый сотрудник Может принять решение И решить сам за себя Либо Никто Культура рождается сама Это вообще такой Emerging behavior То есть Очень сложно Ее управлять И культура Это вот Что-то такое Что мы не понимаем И она сама по себе существует То есть Неважно Что бы мы делали Культура будет Слышать сама за себя Да Голосуем Все проголосовали Вот топ Да Топы Вот они все Собственник Топы Собственники Топы туда же Вопрос в вашем замечании Очень валидное Что если как бы Это небольшая компания То конечно Там Абсолютно Он может и не быть И не нужен А собственник Никуда не девается Он как правило Играющий А никто Хороший Вот интересно Нам можно идти домой HR Не отвечает Наконец-то Я дожила до времени Когда люди Не отвечают Не отвечают За культуру Каждый сотрудник Да-да Мы уже подготовили Подвели Каждый сотрудник Вот это Интересный дебат Те кто ответил Что каждый сотрудник Почему Почему вы ответили Что каждый сотрудник Отвечает за культуру компании То есть вы такая Вы приверженец Ницше То есть такого Где они Да-да-да Спасибо Спасибо То есть я Это не я Я без телефона Еще какие-то Варианты ответа Хорошо Да 20 человек Это А вопрос был Кто отвечает Да То есть они могут Они могут влиять На самом деле И нельзя Недооценивать Силу сотрудников Особенно Если это Определенная категория Сотрудников Когда мы говорим Про сарафанное радио Лидеры курилок Лидеры курилок Очень важная категория Да-да-да А что вот так Знаете Есть потрясающая книга Лидеры племя Очень вам ее рекомендую Привожу пример О том Что люди В принципе С точки зрения Принадлежности Чувствуют себя На разных уровнях Первый уровень О том Что в принципе Там жизнь Ну извините Там в книге Слово дерьмо Как бы неприлично Его использовать Но в книге Автор так Я скажу Жизнь боль И это социальные элементы Но есть огромный Пласт сотрудников Это их называют В общем достаточно Токсичными Как раз Это те Кто считают Моя жизнь В этой компании Боль И вот я читаю Много тренингов И у меня РЖДшники Обнаружили в них Проводников В этой категории Компании здравоохранения Обнаружили в этих Токсичных Медсестер Которые всем Недовольны И это как раз Тема таких Средних позиций Которые как раз В курилках С новичками И так далее Очень четко транслируют Те мнения Которые не всегда Совпадают с артикулированным Руководством Я всегда говорю Одну вещь Что если вы не артикулируете Как здесь принято И что мы поощряем Люди все равно Придумают И придумают без вас То есть этот вакуум Он не может быть пустым Он заполнится Либо вами Либо другими И продолжает Да Природа ненавидит вакуум Да И если вот Эти люди Тогда кто влияет На культуру Кто влияет На решение Кто принимает Решение в компаниях Очевидно Очевидно желтенькие Топы Да понятно Но руководители Да Руководители предприятий Отделов Кто Кто нанимает Этих руководителей Кто Рассчитывает Зарплату Кто рассчитывает Кто вообще Закулисно Решает Кто продвигается По службе Кто нет Кто политики пишет О том Что можно Что нельзя То есть вот Вот Ты сейчас К чему Подводишь Я прям Извиняюсь Да Вот это Западный Ты к чему Сейчас Подводишь Сергей Игореватов Ну понимаете Если мы говорим О том Что люди Не принимают Решения А мы Можем Структурировать Мы можем Привнести Какие-то элементы Рычажки Которые будут Людей вести В определенном Направлении То Кто Определяет По каким параметрам Мы принимаем Людей на работу Да Допустим Те оценки Которые проводятся Те вопросы Которые задаются Людям Кто принимается Кто не принимается Кто Какие критерии Мы применяем К тому Кто хороший кандидат А кто плохой кандидат А те лидерские Модели компетенции Которые говорят О том Что вот это Вот хороший лидер Вот это вот плохой лидер Те списки людей Которые идут На завтраки С учредителем И те люди Которые не идут На завтраки С учредителем Кто эти списки Составляет Кто вообще На них Семен влияет Лена Сейчас сожрет Лена Самолюбезность Я пытаюсь наложить Европейскую действительность На российскую Поэтому Да Лена Скажи пожалуйста С твою точку зрения Я чувствую Вибры Нет Я на самом деле Просто здесь хочу сказать Очень важный момент Знаете Сейчас Такой вал информации По поводу того Какая должна быть Корпоративная культура Что она должна нести И очень у целого ряда Руководителей Складывается впечатление Что вот слово доверие И слово Как бы там Ответственность за принятие решения Среда И так далее Это какой-то такой Знаете Санаторий Санаторий Профилактория Дом культуры Ромашка Знаете Где все можно И вот это все Анархия Мать порядка И так далее И почему-то Меня часто спрашивают Что о молодежи Вот только так же надо Им больше ничего не надо Я просто хочу сказать Что первый Наверное тезис Корпоративная культура В небольших компаниях Это всегда продолжение Это ДНК лидера Если собственник Играющий И операционно Присутствует в бизнесе Он не может Отползти И отрезать себя Он либо в Либо он как бы В этом не участвует Не бывает по-другому Чем масштабнее бизнес Тем конечно Сильнее роль Механизмов Правил Политик И процедур Там другая история Вот другая история Вот мы смеялись По поводу привлечения Тут обсуждали Темы Как привлекать молодежь Вот тем Которым 20 плюс Там вот это все Между иксами Там Не иксами Извините Миллениалами И зетами Вот я читаю исследование Что для зет Текущая ключевая Корпоративная Вообще внутренняя ценность Вот эта своя собственная Это экология Экология Казалось бы Почему? Потому что они решили Что им достался мир Который мы загадили Мы иксы Что жить там осталось Совсем немного Что они вынуждены В этом быть И для них вообще Экологические вопросы Номер один Вот с точки зрения Компании Если компания Хочет привлекать таких Я больше про Маркетинговую Бизнес составляющую То есть Когда Сережа Написал здесь ценность Для меня Например Если ты должна Привлечь к себе Зет А для них Корпоративная ценность Экология Ну так ты играй С этой историей Ты просто должен знать Целевую аудиторию И тех людей Которые тебе нужны И вот это Корпоративная культура Позволяет очень сильно Привлекать Это 20 плюс Ну с двухтысячного Они уже Вот-вот Они все уже при работе Там второй Третий курс Они уже пашут Особенно Ити Вот вся эта история Вдаленки И для них Есть два фактора Экология Экология На противоречия На чистую воду На самом деле Естественно Ответственно первое лицо То есть первое лицо Должно определить Какую культуру Мы хотим Что происходит Чаще всего Первое лицо Молчит HR что-то делает Абсолютно свое То есть Когда я прихожу В компанию Если меня просят Проконсультировать что-то Я смотрю на все политики Я смотрю А как вы отбираете людей Ну говорят Вот так вот А почему Никто не может объяснить Вот не могут объяснить Почему используют Этот инструмент Или другой А по каким критериям Какие характеристики основные Никто не может объяснить Тогда я сажусь Я говорю Ну тогда мне нужно Полтора часа С топом С собственником Я сажусь И говорю Куда идем Да Ну вот нужно На другие рынки То есть Какие компетенции Будут важны Ну важны компетенции Там знания Знания рынка Умения Скейлап Продакшн Так хорошо Значит Если мы это транслируем В какие-то компетенции То Какие люди Какие у них должны Должен быть опыт работы Какие 4-5 Отличительных компетенций И почему я этого Человека уволю Они очень Очень быстро Собственник любой Очень быстро Вот это все может написать Я потом иду к HR И говорю Вот Подстройте все свои процессы А то как вы нанимаете людей Как вы людей продвигаете По службе Как вы решаете компенсацию Вот под эти 5 характеристик И вот под этот опыт работы Потому что Люди Вот в этих компетенциях Там 3-4 основных Функциональных Это будущая компания Это те компетенции Которые вам помогут Реализовать вашу стратегию Все остальное Там HR Legal Финанс Да Допустим Если вы не работаете В банке Да Финансисты Если у вас Окей Да То есть нормальный Хороший Средний уровень Сопоставим с вашими Конкуренциями Довольны ли вы Довольны Да Нормальный HR Да Но если я буду Проигрывать В тех компетенциях Которые ключевые Для моей стратегии Тогда я проиграю Моей конкуренции HR Мы очень любим Все делать одинаково Для всех Почему? Потому что справедливость важна Справедливость важна Но когда я иду в организацию И объясняю Почему определенные позиции Определенные компетенции Важнее И я объясняю Какая у нас стратегия Как мы туда идем И почему именно так Этот принцип называется Операционная прозрачность И много очень было Это в Гарварде Там целая серия Экспериментов Когда прозрачно Когда мы Объясняем клиентам Или показываем им Почему им приходится Ждать дольше в очереди Клиенты готовы Ждать дольше Чего когда это не видят Да Если мы покупаем Баночку кока-колы В машине Где стекло Вместо металлического Фронта Мы готовы За нее платить больше Да То есть абсолютно Непонятно почему Та же самая баночка кока-колы То есть прозрачность Прозрачность и скоординированность То есть HR Вообще должен говорить языком бизнеса Лучшие HR Это люди, которые работали в бизнесе Лучшее, что вы можете сделать для своего HR На три года отправить куда-нибудь В маркетинг Еще лучше в продакшен А вот именно на менеджерскую позицию Потом вернуть Вернуть Они важны Три года достаточно каторги Но важно то, что именно Ваш HR должен понимать Должен говорить на языке финансов Должен знать именно как работает бизнес Я думаю мы, Сережа, не будем застревать на HR Потому что очень многих здесь действительно Их нет И бог с ним И нет Они должны знать, как управлять нами Кто? Собственники, руководители Это правда Ну я к тому, что смотрите На самом деле ключевая история People management Про то, что есть у вас HR Нет у вас HR People management как управление людьми Это топ-3 стратегическая ваша компетенция Вы главные здесь в данном случае Вы задаете эти стандарты Вы задаете требования И вы говорите Вот для меня вот это хорошо Вот это плохо Вас корректируют Подкорректируют Вам поднесут другие инструменты Есть HR, нет Это не играет роль Важно то, что people management Как функция Она становится все более и более стратегичной Листаю дальше, разрешаешь? Вперед Значит Это мой слайдик Прекрасно Я очень люблю эту цитату Доктор может похоронить свои ошибки Архитектор может только посоветовать посадить плющ Такая история По поводу того, что если мы что-то делаем не так То что происходит дальше? Вот эту историю Сережа уже много рассказал Я оставлю один слайдик Буквально он, наверное, такой summary того О чем говорят все сейчас ученые миры Так сказать, я уже поняла, что есть две интересные опции Если ты к любому слову программирования добавляешь нейро То ты можешь сразу делать ценник в три конца А если ты к резюме маркетинг добавляешь слово диджитал И становишься диджитал-маркетологом То же самое Никто не знает, что это Но стоимость твоя типа возрастает Поэтому это примерно та же история Значит, я для себя вот так суммировала И мне эта тема очень нравится Потому что в голове у каждого из нас От детей до самых старых и самых пожилых Одна и та же история Вот этот крокодильчик, который отвечает за то, что мы вообще живем и дышим И ищет постоянно угрозы Он постоянно ищет угрозы и быстро их находит Это нормальная история Второй слой, это лимбический, который про эмоции в нашей голове Про обучение, про сиюминутное удовольствие Как Андрей Шашаков говорит, про кольцо дофамина И он тоже быстро находит Вот эти два друга в нашей голове вот так слоями расположены Они либо угрозу ищут, либо удовольствие Правда же? Мы это с вами головой понимаем Вся наша проблема в том, что мы хотим и мы мечтаем о людях на работе Чтобы они были вот в этом ресурсном состоянии Правда же? Чтобы работал неокортекс Чтобы люди могли придумывать продукты, креативить, воображать и так далее Кстати, вы знаете, что у детей тема неокортекса развивается к 19 годам Поэтому, когда вы своих детей спрашиваете, кем ты хочешь быть Они отвечают кондитерам или водителям трамвая Не потому, что они вас хотят обидеть Даже они не знают, кем они хотят быть У них функция воображения и функция планирования только к 19 годам И в том числе взятие на себя риска только тогда формируется Так вот, когда вот здесь организм находит, наш мозг видит угрозу Вы на него наорали или сказали Знаешь что, дорогой мой, с завтрашнего дня у нас в компании происходит изменение Мы меняем корпоративную культуру Я произнесла слово изменение И что включилось? Все, система быстрого реагирования Мозг говорит, атонсион, планета в опасности Эти парни нам угрожают Они что-то от нас хотят Что происходит дальше? Дальше выключается эта история И все, неокортекс больше не работает Но я вот тут добавлю, потому что такая пенсионированная, что изменение это только плохо Не знаю, изменение это хорошо или плохо? По-разному Ну, слушай, как преподнести Вы хотите, чтобы вас поменяли? Или вы хотите поменяться? Вот когда вы хотите поменяться Да, там, прийти в Сколково, пожениться, выйти замуж Да, да, пожалуйста, мы очень любим изменения Когда кто-то хочет изменить нас Вот тогда у нас крокодильчик Да, да, он включается И когда это доминирует То рабочая среда Это как раз история стрессов Непонятных правил игры Это как раз история Когда ты не понимаешь Кто за что отвечает Кому с каким вопросом подойти Когда на тебя не дай бог Орет начальник Или ставит сроки Очень многофакторная история В которой мы включаем систему Бейбеги опасность Я, наверное, вот этот слайд сразу открою Потому что я его очень люблю Он текстовый Я просто его только что показывала на СИТО Поэтому мы с Сережей Видите, как он в картинках А я тут в словах Но тем не менее Мы постараемся скооперироваться Значит, смотрите немножко про сопротивление И это не важно Переменам, не переменам В принципе Мы все нормальные люди Мы не боимся изменений Мы же нормальные все люди Мы боимся, что эти изменения Будут носить неуправляемый характер Вот и вся история Как бы, да Ну, может быть, еще как-то Ну, что-то будет неуправляемо Базу потребностей Ну, что-то пойдет не так Я соглашусь с Сережей, что это не тема Что мы сидим и панически хотим остаться в статус-кво Тем не менее, для нас с вами Смотрите, что важно Важно, что вообще любые изменения в организации Они работают на трех уровнях В индивидуальном, групповом Это организационное сопротивление И вот на уровне вот таких угроз Я выбрала три Их на самом деле больше двенадцати Но очень важна тема угрозы компетентности Когда мы начинаем что-то менять И говорим, ребята, дорогие У нас вот там изменения в процессах и так далее Вот вся цифра сейчас про то Что у людей появятся компетенции, навыки И то, что они раньше не делали И как только мы начинаем людей подталкивать к новому У человека что возникает? Риск сделать ошибку Мы не любим ошибаться И мы не любим показывать уязвимость Поэтому очень многие ваши работники Вот на этих изменениях под угрозой компетентности Могут вести себя очень по-разному Это как-то так немножко отражается С вашей действительностью состыковывается Или совсем нет Поэтому тема угрозы компетентности Отношениям и текущему распределению ресурсов Вам, как руководителям, надо знать Что это на разных уровнях Ну и, соответственно, через коммуникации Через организационные изменения Корпоративная культура меняется тоже на разных уровнях Я не буду сейчас на этом долго Мне очень нравится Сейчас Сережа меня продолжит Что мы как строители Вот эта прекрасная фраза Захи ходит Вы все знаете ее прекрасное издание И вот ее цитата Что если есть 360 градусов Зачем придерживаться только одного? Мы, наверное, с Сережей здесь хотим сказать Что у руководителя должна быть такая амплитуда И вариативность инструментов Чтобы он мог в любой момент Как бы находить вот те самые Снимать потребности Но если ты выберешь один И этот инструмент достигает то, что нужно Забудь про все остальное Тоже да Фокусируй Сейчас ты расскажешь, как это сделать Так, метод строительных блоков Сережа попросил тоже оставить Мы, наверное, в большей степени так вот информационного Мы про это уже поговорили Да, мы много поговорили Важно, что корпоративная культура И кадровая политика И все изменения Вот они здесь Это системно-организационный уровень То есть это работа, которая не делается вот разово Но не делается один раз И, наверное, здесь вот от пяти лет до бесконечности Это ответ на вопрос, что это постоянная И неустанная работа руководителя Да, методом проб и ошибок Что еще, Сережкина? Обратная связь, подхожу к твоей любимой теме Очень люблю это определение И давай про фидбэк Отдаю тебе кликер Обратная связь Я люблю вот это определение Что это информация о поведении человека в прошлом Которую мы сообщаем в настоящем Тем, чтобы он вел себя по-другому в будущем Я знаю хорошую теорию по поводу того, что обратную связь российские руководители сильно не любят И это правда Ужасно не любят Ужасно не любят И вот сейчас меня просят провести сессию для топов Говорят, нужно поменять команду А я говорю, ну хорошо Руководитель, давай проведем диагностику с тобой Нет, со мной не надо С командой Ну вот как бы объяснить За культуру отвечает руководитель Да-да-да-да-да С командой Да, то есть человек, который не слышит Да-да-да-да-да-да-да Ничего не слышит Проблема не во мне Проблема в команде Да, и наняли они большую консалтинговую контору Консалтинговую контору Контору пришла и принесла список 292 пункта Потому как нужно поменять корпоративную культуру Из них 70% Отнесены как руководство И он не считает, что это про него. Один из четырех учреждителей, три остальные живут в других странах. Он один из основных. Это компания, которую вы очень хорошо знаете. Глобально по России. Российская компания. И вот именно я не подписываю договор до того момента, пока он не согласится начать с самого себя. Потому что иначе, ну что, я приду, я заберу деньги, но никакого эффекта от этого не будет. Соответственно, я на такое не соглашаюсь. До того, как люди хотят слышать правду про себя, какой бы жестокой она ни была, люди не меняются. А мы очень… Говорят, что только 15% людей на самом деле самого себя знают. Большинство из нас придумали какую-то картинку, фильм, который мы сами себе в голове проигрываем, и мы в него поверили. Но на самом деле это обман, это фантазия, это иллюзия. Мы не те, которые мы… Мы не та картинка, по которой мы хотим верить. И очень важно слушать других и принимать на себя обратную связь. Почему? Потому что зачастую, когда нас увальняют, когда нам не дают продвижение по службе, когда что-то происходит, конфликты, и нам говорят потом, почему мы встаем вот эту позу, что это не про меня, это неправда. А если бы мы задумались про это раньше и поговорили про обратную связь, наверное, все-таки было все по-другому. Ну, быстренько. 5… От меня. 5 вещей, которые нужно знать про корпоративную культуру. Во-первых, определитесь вообще, кто вы как компания. Вот ваша фирма – это про что? Каковы наши ценности? Куда мы идем? Как видение? Это определение очень важно. Сделали исследование, то есть больше ста профессиональных театров и их менеджмент, их лидерство. И проверили, насколько они соглашаются по пяти ключевым ценностям. То есть ценность – это экспрессивность. Насколько артистичны они, насколько они придерживаются артистических театральных канонов, насколько они развлекательны, развлекают публику, либо они создают какую-то коммуну, место для людей, чтобы прийти, чтобы насладиться, чтобы привести детей. Достижения. И они разделили достижение финансовое и достижение выигрывания каких-нибудь категорий. И что они обнаружили, это то, что если было разногласие по этим ключевым ценностям в совете директоров, то были ниже продажи билетов, и вообще профит был ниже. И неважно было, какие принципы они придерживались. То есть какие-то театры были. Мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги. Все согласны, все согласны. Вперед. Или мы вообще это ядро, составляющее нашей общины. Хорошо. Вот если все согласны, тогда и дела идут хорошо. Если было разногласие, то, естественно, и были ниже показатели этих театров. Как руководитель вы задаете тон. Все зависит от вас. Люди, они профессиональные наблюдатели за своими руководителями. И это нормально. Это все идет из эволюционной биологии. Если вы знаете, то средний бабуин смотрит на альфа самца каждые 20-30 секунд. Почему? Потому что либо награда, либо наказание придет оттуда. Соответственно, на вас постоянно глаза. То есть на вас постоянно смотрят. Вы не можете расслабиться. И за вами будут все повторять. Почему? Потому что видишь, что ага, она так себя ведет. И она в руководстве, да, либо там на менеджерской должности. Я тоже буду себя так вести, потому что в этой компании так делают. Да, вы мне дали отличное определение культуры. Да, соответственно, нужно… Если вы недовольны культурой, посмотрите на самого себя. Используйте, да, я про это уже говорил, что используйте психологию. Используйте психологию, старайтесь изменить процессы, да, и простроить те решения, которые вы хотите, чтобы другие люди принимали. Да, очень много есть исследований. Да, и здесь вот просто одно, да, это картинка, которую вы наверняка знаете. Thinking Fast and Slow, Даниэл Кэнеман, который выиграл Нобелевскую премию по экономике. Да, он говорит, допустим, ну вот вы делаете презентацию. Да, вы делаете презентацию и говорите, что вот нам нужно меняться. Нам нужно меняться. И вот если мы поменяемся, нам будет вот так хорошо. Но люди, когда они взвешивают Benefits and Cost, Cost для них в два раза сильнее мотиватор, чем Benefits. Да, соответственно, как лидер, допустим, вы делаете эту презентацию, измените ее. И скажите, да, вот если мы останемся так, как сейчас, смотрите, как нам будет хорошо. А если, но если мы останемся, как сейчас, то нам будет в два раза вот так вот хуже. И люди на это намного будут, они это воспринимают. Просто то же самое, да, мы только изменяем фрейм. Да, мы только немножко перестраиваем наше сообщение, используя психологию. Вы руководитель, да, вы задаете тон. Но, естественно, всю работу за вас должны делать ваши команды. HR-директор, лидеры, да, супервайзеры. Каждый из них должен вести это дело. Как вы сказали, что культура — это совокупность всех поведений. Соответственно, если в каких-то частях вашей организации люди ведут себя по-другому, значит, руководители не делают свою работу. Да, соответственно, они не обязывают людей делать что-то еще. Мы провели исследование, 200 человек, 200 лидеров, у которых мы спросили, каковы последствия того, что люди не дают обратную связь своим подчиненным. Да, все-таки мы лидерам, менеджерам, мы им платим больше, потому что они должны развивать других. Да, то есть часть их обязанностей — развитие других. Каковы последствия? От нуля, абсолютно никаких последствий, до 10 меня уволят. Как вы думаете, средний балл мы получили? Ну вот это три, да? Ну кто-то скажет, кто-то про меня чего-то скажет, что я не даю обратную связь. Ну скажите, если вы лидер, да, и у вас там 123 срочных дела на столе, да, и вот это единственная последствия того, что вы не будете развивать своих людей. На кой вам? Да, то есть вот, соответственно, если как лидер вы не обязываетесь других людей, и вы не говорите, что 6-7 — очень хорошее место. По любому поводу, не только обратная связь. Это и отчетность, это и достижение целей, да, то есть очень много. Да, вся организация знает это про вас, а репутационная мотивация очень сильна. Либо вы начинаете получать, хуже оценку получили, да, хуже оценка влияет на зарплату и прочее. Да, то есть вот если вы хотите вот аккаунт, вот это вот слишком, да, это за комплайнс, а 6-7 — все нам говорит про то, что очень хорошее место будет. Да, ну и здесь не буду делать эксперимент, потому что мы уже по времени успеваем. Коммуникация, да, но про это у вас наверняка целый семестр будет. Но я, кстати, знаю, если ты позволишь, сейчас до того, как ты… Очень пример у меня в голове, если позвольте, буквально минуту про обратную связь. Она ведь не только про какой-то негатив, да, она и про хорошие вещи. Я просто вот сейчас ты говорила, я установила потрясающий пример. В моем случае было, когда руководитель решил поощрить директора по персоналу и как бы на этапе премирования годового взял и увеличил ей бонус в 1,8 раз. В 1,8. Я была свидетелем, это мой кейс. И когда я спросила, а за что, ну что мне сказал руководитель? Тебе не все равно, нравится мне, как она работает. Я вышла к этой даме, сказала, у тебя бонус 1,8 больше, чем ты ожидала. Что было с человеком, на ваш взгляд? Сначала была сиюминутная радость, прям нано-радость. Потом включился механизм «А за что?». И человек искренне, я сейчас пропущу все детали в силу экономии времени, но в течение 4 месяцев человек, находясь в дичайшем стрессе, пытался узнать, а за что его премировали. Потому что это модель поведения, да, это история, а что я должен повторить. Правда же? А какой успех я должен повторить? А что, чего я должен не сделать? Операционная прозрачность. Да, это история, и она вошла в дичайший стресс. А по психосоматике, как известно, люди с удовольствием прощают первый провал. И очень толерантно относятся к тому, когда люди проваливают, ну что-то там не получается. И ровно так же всегда ожидают повторения успеха, если у человека что-то хорошо получилось, да. И вся психосоматика сработала так, что она трижды пыталась подойти к шефу, сама. На второй раз он забыл, почему он ее премировал. Ну, естественно, память у руководителя 3 секунды, как у рыбы, очевидно. И он искренне забыл. Он потом позвал меня, говорит, ты не помнишь, за что я ее премировал? Я говорю, послушайте, это кейс вообще всей моей жизни. В общем, она уволилась через 5 месяцев в ожидании того, что она не соответствует по модели поведения. У нее включился страх от того, что она не знала, что дальше делать. И человек написал заявление и вышел. Поэтому я уж извини, но вот этот пример он очень хорошо показывает. Это во второе издание войдет. Да, это хорошая история, потому что, когда мы слышим про обратную связь, нам кажется, что страшно быть плохим, человека надо ругать. Его не надо ругать. Нужно разделить человека от роли и сказать очень конкретные вещи и при поощрении, и при, ну, в общем-то, с этой недовольной его работой. Вот это, мне кажется, самое большое искусство. И вот почему люди не умеют давать обратную связь? Первый шаг, да, мы говорим, что три шага. Первый шаг — объясните, почему. Всегда привяжите к чему-то, да, почему мне важно дать тебе эту обратную связь? Я могу вам дать обратную связь по стольким разным вещам. Да. Мы всегда выбираем одну и объясним, почему именно это важно. Как ты поступил, что ты делал, что я увидел, и каковы мои ожидания на будущее. Все, то есть ничего сложного, ничего сложного вообще в обратной связи нет. Очень часто, чаще всего люди забывают объяснить, почему. Сережа произнес… Мы финали с тобой же, да? Мы финали. Мы уже давно… Сережа произнес ключевое слово, и я финализируюсь. То есть это, знаете, все наши беды в нашей жизни от несоответствия наших ожиданий фактически действительно. Вот ничего по-другому не работает. Я в свое время для себя сделала кейс, когда я поняла, что у меня там сложные отношения с дорогим, и я поняла, что что-то не то с моими ожиданиями, вероятно. Это, знаете, это прямо такая вот табличка рисуется, и вы говорите, я ожидал того-то, а на самом деле получил вот так. Но есть Нобелевский лауреат, не помню, как его фамилия, он сказал, что ожидания делятся на две категории — обоснованные и необоснованные. И вы должны помнить про то, что работник, приходя в вашу организацию, он тоже имеет ожидания. И зачастую они реально тупо необоснованные. Он ждет от вас, что вы будете с ним нянькаться, что вы будете его кормить дорогими плюшками, что вы разрешите ему ходить там, я не знаю, там в дресс, как помнишь, у нас с тобой ушли программисты PHP, потому что, да, там джинсы заставила снять. Пару у нас была воронка программистов PHP, все трое уволились из-за плюшек, из-за системы контроля, из-за джинсов. Я рассказываю этот кейс везде, как бы, да. И вот это необоснованные ожидания. Мне кажется, таким финалом нашего серьезного разговора, в общем, если, извините, немножко сумбурного, у нас столько информации, что мы ее впихивали в формат одного часа, это когда вы, как руководитель, благодаря инструментам и посредственным корпоративной культурой, мы сейчас уже полтора часа болтаем. И там наверняка где-то нужно быть в другом месте. Все, спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо.